всем привет давайте настроим в этом ролике импорт-экспорт изображим блендер и обратно так открываем преференции находим вкладку вот эту вот гос и вы видите что здесь есть майя photoshop скульптриз даже альфа 6 а вот блендера нет теперь заходим в интернет находим вот этот аддон именно импорт-экспорт гос блендер 280 или другую какую-то ее ее вариацию их тут три вариации от этих госов бесплатных находим код и скачиваем вот эту zip папку нажимаем скачать папка скачивается теперь мы ее открываем открываем блендер аддон находим вот эту папку блендер и закидываем ее извлекаем допустим на рабочий стол открываем теперь диск c находим папку пользователи находим общие находим папку пикс лоджик гос аппс и теперь здесь вы видите синема майя макс фотошоп и скульпт из папки есть а блендер нет теперь вот эту папку которую мы закинули на рабочий стол копируем и вставляем сюда вот у нас появился теперь появилась папка блендер открываем забрать преференции смотрим папки блендер нет перезагружаем программу смотрим преференции открываем опять гос папка блендер появилась теперь мы нажимаем на нее и смотрим что будет происходить высвечивается вот такое окошко нужно нажать браузер зайти диск c программные файлы или допустим где у вас установлена эта программа она у меня на диске д нахожу версию блендер 291 и вот этот xc значок загрузочный я просто открываю все здесь все сделано теперь идем в блендер открываем блендер заходим в edit находим преференции и устанавливаем сюда аддон который мы скачали это вот он аддон где он тут находится гоп мастер или блендер это так блендер лендер 28 zip вот разные названия но в принципе одинаковые эти аддоны нажимаем install аддон и устанавливается он вот в аддоны вот сюда пишем гос получается импорт экспорт гоп вот такой вот аддон ставим галочку заходим сам аддон можно поставить клиент project файлы ну здесь в принципе все установлено уже вот polygroup to vertex group polygroup to face mask можно отключить тут стоит face mask можно вертик с группами поставить условно настройки в принципе тут выставлены и появляется вверху у нас экспорт импорт вот эти две вкладки так чтобы теперь все это дело нормально экспортировать нужно вот тут в этой преференции папки установить именно файл забрать находим где установлена программа ну допустим диск c программные файлы и находим папку пикс лоджик так вот он пикс лоджик а у меня получается на диске д программные файлы пикс лоджик и находим загрузочный этот exe файл забрать эксе вот этот и отцепт подставляем его вот сюда забрать теперь все будет работать блендер юниц так вытаскиваем какой-нибудь примитив ну вот допустим куб находим так мофф топологи кисточку нажимаем make polymesh изменяем как-нибудь этот примитив и нажимаем вкладку гос можно нажать r вот выбрать блендер куринт и нажать гос вот смотрим ушел ли этот примитив в блендер вы видите что здесь стоит куб его можно удалить и чтобы попал сюда примитив именно из the brush нужно нажать импорт и вот импортируется вот такой измененный mesh примитив с ним здесь тоже можно поработать допустим скульпт мод выбираем какую-нибудь кисточку s прибавить f кисточка побольше и можно его тут еще как-нибудь изменить смять нажимаем теперь экспорт и примитив не хочет уходить назад смотрим почему находим преференции и попробуем code project pixlogic public user так desktop windows программные файлы находим pixlogic the brush 2021 файл the brush.exe и перезагрузим вот эту вот программу блендер повторяем гос примитив отправляем в блендер жмем импорт так один куб делит вот все экспорт импортировалась теперь нажимаем экспорт и все уходит вот сюда вот заброшь повторяем проверяем вот теперь у нас здесь вот такой вот штукенция попробуем его еще раз изменить и отправить заброшь вот теперь тут все находится вот в таком духе так теперь ставим кисточку стандарт и покрасим сделаем текстурку какую-нибудь это значит выбираем цвет красный малюем тут что-то этакое красим теперь делаем всему этому делу развертку UV master word on clone on wrap делаем the плагины копируем цвет и вставляем все это дело past uvs находим текстуры map крит new from polypaint и теперь жмем гос и отправляем все это дело в блендер назад включаем видимость текстур вот вы видите что она с разверткой раскрашена в шейдингах тоже установлена вот развертка вот это вот это и можно здесь теперь производить какие-то изменения дорабатывать вот в таком вот плане все всем пока до свидания и